Наступная новина, на жаль, сумная. На 89-м годе життя померла у дельницы партизанского руху ветеран мотоспорта Тамара Адамауна Пчелянкова. Для хамильчан разных поколений она была сябром и прикладом для пераймания. Не один раз с ее сустраялись и наши корреспонденты. Тамара Пчелянкова народилась в 1929 году. До войны семья жила недалеко от Гомеля у Весцы до Ухалеси. Летом 1941 года Тамары, одной из четырех сестер у семьи Губаровых, было 12 годов. Она рассказала, что голос Левитана, зарепродуктора, запомнила на всю жизнь. Батька девчонки Адам Губаров стал намесником командира партизанского отрада. Партизаны пошли у лес, а у Весцы раскватывали подразделения вермахта, СС и полицейский участок. Партизанам треба было ведать, что отбывается на оккупированной территории. Девчонцы с выдатной памятью дручились добывать известки. Она брала маленькую сестричку, скакалку, мяч и шла с ее небыто гулять до полицейского штаба. Все, что бачила и чула, рассказала батьку. Передадзены ее известки да помогли вырытывать десятки человеческих житцев. Правда, у самим отраде дачка партизана так ни разу и не побывала. Батька заборонял. Казал, можешь не вытремать. Странно, странно. Неужели у них такие условия тяжелые, что не выдержу? В общем, я не знала значения этих слов. Эти слова я только поняла тогда, когда мы были арестованы, брошены в нацистскую тюрьму, где вот гомили здесь. И при допросах и пытках вот тогда я поняла, почему отец так сказал. В турне маленькая Тамара с матью и сестрами провела 8 месяцев. В 1943-м так и не дочекавшись признанию их выпустили. А Тамара начала рыхтовать себе до любых житевых выпрабований, как бы в выпадку новой войны оказаться корыстной родиме. В 1947-м годе девчина проишла у мотоспорта. Их это оказалось любовью на все житем. И она привыкла быть первой. И стала первым у Беларуси майстром спорту СССР по мотоциклетным спорте. На рахунку Тамары Адамовны десятки чемпионатов Советского Союза по мотокросе и гонках. За 20 годов у спорте у ее арсенале великая колькость узнагарод. Одна из самых каштоуных кубок от мясцового байкерского клуба. При этом Тамара Адамовна была народным заседателем у суде. Шмат годов займалася громадской работой, организацией ветеранов и былых вязня у концлагеров. Знаходила час для вытворчасти. Выступала у хоры, ветеранов писала верши. Заусюды с радостью состракалася с молоддюм. На чале байкерской колонны она была прикладом патриятизму. Светлая память об выдатным человеку назавжды застанется у памяти людей, які ее ведали. Спочування родным и близким накеровали управление спорту и туризму Гомельского областного выконаучного комитета и областная организация ветеранов спорту. Телерадиокампания «Гомель» долучается до спочуванню. Развитание с Тамарой Пчеленковой отбудется завтра. Субтитры создавал DimaTorzok